Всем привет! Вы на канале Строй Вместе. Самый пасмурный, самый холодный канал, который снимается в самых страшных условиях, не щадя никого, ни оператора, ни ведущего. У нас с вами сегодня будет офигительное видео, потому что мы попадем на участке, на всех трех этапах, короче, когда его заливают, когда делают плиту. В общем, видос будет про то, как делается плита от и до. Плита под дом. Первым этапом. Мы с вами сейчас находимся с участка, который делается у нас в третью очередь. И здесь вот только начали работать. Как это выглядит? У нас здесь дом. Площадь застройки 11,8 на 11,8. Для понимания давайте 12 на 12, да? Ставится изначальная опалубка с размером 14 на 14. То есть у нас сам дом будет только вот здесь начинаться. Метр, еще дополнительные отмостки. Мы сразу делаем отмостку на дом за счет песка. До этого здесь были проведены земли и работы. То есть снимали это по съемку, поняли, где у нас выше, где ниже, срезали уже усредненное значение. Мы сюда завозим песок. Сколько мы его завезем, пока неизвестно, потому что, опять же, делается стопосъемка. Мы натягиваем нитку и мы просто дозаказываем. Сейчас здесь уже 6 КАМАЗов. В первый участок, который мы делали, у нас всего вошло 11 КАМАЗов. Как нас уверяют, конечно, типа они по 10 кубов, но КАМАЗ не везет 10 кубов. Там, наверное, кубов, дай бог, 8. КАМАЗ песка стоит на сегодняшний день в Московской области 9 тысяч. Опять же, как нас уверяют, 10 кубов. Расход большой, реально. Это большой расход. Но зато вы сразу себе выравниваете площадку и в дальнейшем все, что у вас написано в проекте, будет именно так, как написано в проекте. То есть, если у вас написано, что у вас идет 30 кубов бетона, то у вас будет идти 30 кубов бетона, потому что у вас перепадов нет. Это очень круто. Соответственно, завозим песок, раскидываем. Вот такой трамбовкой на 100 кг все это прессуется. Опять смачивается водой, опять прессуется. Сверху закидываем опять песок. И так до тех пор, пока мы по ниткам, здесь вот стоят метки, гвоздики, да, ребята натягивают нитку, и по этой нитке они должны выровнять плоскость. А перепад после того, как они выровняют и все отобьют вот этой штукой, оставляет примерно там 2-3 сантиметра, не более. То есть, у вас уже ровная площадка для строительства дома. Также на этом этапе надо предусмотреть все коммуникации, которые у вас будут. Опять же, учитывать то, что у нас метр больше, соответственно, внести их сюда глубже, как это вот здесь видно, да. Установить все гильзы для подвода воды, установить канализацию, плюс кухонную канализацию. Сейчас она отсюда, через тройник пойдет туда еще тянуться. Ну вот, и все необходимые гильзы, которые вам потребуются. Вот они, ПНД труба, 32-я и сороковушка. Они будут входить вот здесь в начале. Сороковушка будет входить в одной кабель, 4 квадрата сечения. В одну гильзу будет входить в интернет, то, что не может лежать рядом с токопитающим кабелем. И в другой кабель в дальнейшем будет уходить провод, который будет идти на калитку и на ворота. Потому что многие об этом забывают. Его сразу заложить и потом думают, как его трудоточить. Перемещаемся между участками, и мы сразу с вами попадем на второй этап. Уже с плитой, которую уже заливают. Почему я говорю, видос сегодня уникальный? Мы сейчас находимся на втором этапе. Смотрите внимательно. Здесь у нас вот песок, который мы как раз сделали отмазку. Вот она нитка, которую ребята протягивали. По которым они как раз этот песок опрессовывали. То есть они по всему этому самому. Что делается дальше? Выкладывается пленка. На пленку ставится вторая опалубка. Вот эта опалубка, это уже плита дома. Вот это не плита дома, вот это плита дома. И вот, соответственно, дальше туда закладывается 100 миллиметров техно-николь. Техно-николь, пеноплекс одно и то же. Вот, ну просто нам было проще взять техно-николь. Он был, скажем так, ближе под рукой. После чего провязывается арматура. Мы использовали арматуру 12-ю. Вот он, техно-николь, да, у тебя в руках. Мы использовали плетение арматуры, ячейку 20 миллиметров. У меня тут было несколько прорабов, когда мы выбирали, с кем работать. Все сказали, что 20 миллиметров это очень плотное плетение. То есть один предлагал 25, другой предлагал вообще 30. Вот, что в принципе я считаю очень дофига, очень дофига. Мы продержались проекта. Мы сделаем плиту 20-ку, несмотря на то, что у нас не самый тяжелый дом. Он всего лишь в один этаж. Но зато это будет плита, которая будет стоять, ну, дофига лет, скажем так. Вот такое вот обозначение, количество лет. Срок службы. Нам так в договоре и прописать. До хера лет, отвечаю. Уложили техно-николь. После чего укладывается гидроизоляция. Опять же, это техно-николь. Надо быстрее, быстрее снимать, пока нам не залили весь контент бетоном. После чего проделываются все швы праймером и горелкой. И у вас получается все герметичное, ну, скажем так, вот эта клеенка, да, покрытие. Это толстая гидроизоляция, такая вот специальная для фундаментов. После чего начинается вязать арматура. Выкладываем арматуру, соответственно, они ее прокладывают, делают ячейки 20 мм. И начинают ее провязывать проволокой. Таким вот образом через каждый вот этот вот, да, пролет она провязывается. Завариваются вот такие стойки. Варить тут не так много, чтобы ее можно было поднять. И все. Видишь, он прям по ней ходит. Вон, смотри, они на ней прям стоят. Ей ничего уже не будет. Она между собой провязана. Стойки стоят. И все это, оно не лежит на техно-николе. Оно лежит на грибках. Посмотри. Видишь, пластиковые грибки. Здесь пятерки используются. Используются либо пятерки, либо сороковки. Вот. Есть два вида вот этих стульчиков. Есть такие острые, да, с такими, ну, скажем так, шипами вниз. Если их использовать, то мы прорвем гидроизоляцию. И, соответственно, вся наша гидроизоляция пойдет нафиг. А здесь специально используют эти стульчики с площадкой. Вот. Соответственно, ну, можно по ней ходить, гидроизоляция ничего не будет. Если у вас есть заезд, мы его себе организовали. Не так дорого, мы его себе организовали. Это все вышло дешевле, нежели заказать сюда насос. Ну, вот. Либо надо использовать бетонный насос. Мы организовали заезд, соответственно, мы делаем самосливом. Мы собрали такой вот шестиметровый жёлоб. И вот, соответственно, ребята все сюда могут привозить. Видишь, они переносят этот жёлоб, закидывают и просто лопатами раскидывают. Здесь натягивается строительная леска. 250 миллиметров те самые, да, которые нам надо выдержать. И по этой леске они будут выводить, соответственно, этот фундамент. И по итогу мы получим перепад, ну, в край сантим, на всю площадь дома. Сантим полтора. Это очень круто, даже, я вам скажу, для чистовой стяжки. Ну, просто неоднократно видел то, что стяжку делают с большими допусками на квартиру. Ну, вот. А для фундамента это очень-очень хороший результат. Пойдём к готовому. Вот этот фундамент залит всего лишь сутки и пару часов. Что мы видим? Прям можем видеть его в разрезе. Технониколь. Сотка. Дальше идёт наш вот этот технониколь гидроизоляция. Вот эти все швы сейчас будут проделаны праймером и прожигаться между собой. И специально его укладывали с запасом. Соответственно, плиту залили. Опалубку сняли. Взяли эту гидроизоляцию, да. Вот она, плита с торца. И просто завернули её сюда наверх. Всё. У нас закрыта со всех сторон гидроизоляция плита. Дальше прямо сюда начинаем укладывать блок. Вот здесь вот с крыльцом такая история. В проекте почему-то не было предусмотрено. То есть крыльцо заливалось отдельной запчасти. Она никак не связывалась. Естественно, ни мне, ни проработы не понравилось. И мы сошлись на том, что да, мы прокололи гидроизоляцию в этом месте. Пришлось. Ну вот. Но зато мы выпустили арматуру. Привязали её к той арматуре. Вот. И дальше здесь будет залито ступени. Залито площадка. Которая будет связана с основной плитой. К сожалению, провожу здесь сейчас очень много времени. Нету у меня возможности всё сесть и посчитать. Разделить на количество домов. Потому что всё заказывали большим оптом. Вот такая вот плита по материалам. Со всеми пирогами. С утеплителем, с гидроизоляцией, с бетоном, с арматурой. Если её делать хорошо. Вам будет по материалам обходить где-то поллява. За работу с вас возьмут примерно столько же. Там уже надо договариваться. Зависит, какие руки делают и так далее. Вот. То есть основа дома. Всё равно, я считаю, на этом нельзя экономить. Ни в коем случае. Ни на трубах. Ни на бетоне. Ни на марке бетона. Вот мы используем 350-ю марку бетона. Каждому миксеру, который туда приезжает сейчас. Они мне паспорта дают. У меня везде остаются паспорта. Я их потом сохраню. Я оставлю вместе с этим домом. С документацией дома. Можно сэкономить и заказать как бы дешевле. Просто вопрос, сколько оно прослужит. У тебя же есть видос, да? Где вот тебе ступени заливали. К вам в подъезд. Когда они у вас все развалились. Потому что там сэкономили на бетоне. По-моему, заказали 200-ый. 200-ый, да, марку заказали? Конечно, для себя так не сделаешь. По фундаменту на это все. Надеюсь, будет было информативно. Я сомневаюсь, что у кого-то есть такие видосы, когда сразу все три этапа можно посмотреть в одном видосе. Все, строим дальше.